Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Галина Викторовна Демьянова, помощник начальника управления МВД России по Одинцовскому городскому округу, начальник отдела по работе с личным составом. Здравствуйте, Галина Викторовна! Здравствуйте! Очень рада видеть вас в нашей студии. Вы совсем недавно стали руководителем отдела кадров нашего управления. Расскажите немножечко о себе, какой путь в управлении вы прошли. Ну, в принципе, путь мой продолжается и начинался, соответственно, в нашем родном районе, в нашем родном Одинцовском УВД. Пришла я, получается, на службу в Одинцовское, тогда еще называлось, управление внутренних дел в 2003 году, на должность дознавателя. Поработав там несколько лет, была приглашена руководителем уже отдела кадров на должность инспектора отдела кадров. И, получается, с 2005 года по сегодняшний день я тружусь непосредственно в данном подразделении. Сколько на сегодняшний день сотрудников полиции, гражданских служащих в управлении? Ну, наше управление одно из самых больших по Главному управлению УВД России по Московской области. И в настоящее время у нас проходит службу 1113 сотрудников. И 100 сотрудников, получается, вольно-наемных и федеральных госслужащих. То есть общая численность нашего управления – 1213 человек. Ну, цифра внушительная. Да, естественно, я уже повторяю, что как бы второе по численности, получается, подразделение Московской области у нас. Какие требования предъявляются к сотрудникам полиции сейчас? Требования, они, в принципе, предъявляются, как и до этого были. Соответственно, добросовестное выполнение своих служебных обязанностей, соблюдение непосредственно служебной дисциплины. Что необходимо при поступлении на службу? И как это правильно сделать? При поступлении на службу, соответственно, необходимо прежде всего обратиться к кандидату, который решил связать свою судьбу непосредственно с органом трудных дел, в отдел кадров, как всегда, нашего управления. И какие его дальнейшие шаги? Они приходят, естественно, ко мне на беседу. Как театр начинается с вешалки, так и вся служба получается в орган трудных дел, соответственно, начинается прежде всего с отдела кадров. Приходят на беседу и тут уже, соответственно, по беседе с кандидатом мы уже определяемся непосредственно, на какую должность он может идти, какие требования. То есть, как бы тут все немножко индивидуально, соответственно. Какие основные функции, цели, задачи стоят перед сотрудниками вашего подразделения? Ну, у меня вроде бы как отдел по работе с личным составом, но у меня непосредственно входит туда несколько направлений. Прежде всего, это непосредственно все направления, соответственно, не главные для сотрудников, потому что отдел кадров мы работаем для сотрудников, непосредственно занимаемся сотрудниками. Естественно, и комплектование подразделения, это основная задача. И, естественно, воспитательный блок, это служебная дисциплина, законность непосредственно, проверка сотрудников, потому что, сами знаете, какое пристальное внимание, естественно, к сотрудникам уделяется. Соответственно, и боевая физическая подготовка. То есть, здесь все направления, которые, естественно, они все очень важны для сотрудников полиции. Какими качествами должен обладать сотрудник отдела по работе с личным составом? Ну, прежде всего, как и все сотрудники, он должен быть компетентным, знать непосредственно все федеральные законы, приказы, нормативные документы, указания, распоряжения. И непосредственно если личное качество, соответственно, дисциплина, соответственно, конечно, он должен быть коммуникабельный. Он мог общаться и с сотрудниками, и, соответственно, с руководством, потому что отдел кадров это непосредственно охватывает все слои управления. Сколько проводится проверка кандидата на пригодность к службе, если мы возвращаемся к вопросу трудоустройства управления? В принципе, здесь как бы все индивидуально, но в среднем около двух месяцев непосредственно. Тут уже, как я говорю, мои кадровики настолько компетентны, всегда все быстро выполняют, все определенные, так сказать, задачи, которые перед ним поставлены. Тут еще непосредственно желание кандидата, как побыстрее, так сказать, он окажется в наших рядах на службе. Соответственно, около два-два с половиной месяца. А все-таки приходят люди, которые с детства мечтали о службе в полиции и сделали все для того, чтобы служить именно здесь? Естественно. Естественно. Во-первых, приемлемость поколений, потому что у нас есть и родственники, которые служат. То есть прямо династии? Династии, да. Династии не в одном поколении, соответственно. И плюс есть еще, получается, кандидаты, молодые люди, конечно, это очень отрадно, что они приходят на службу. Они приходят и, естественно, когда я с ними беседую, рассказывают, что они как бы ничего для себя другого не выбрали, кроме как службы в органы внутренних дел. Это следствие, это уголовный розыск, это дознание. Какими все-таки качествами первоначально должен обладать кандидат, когда он приходит именно на собеседование? Вот скажите, как настроиться к этому первому, но очень важному шагу? Ведь от того, какое впечатление он произведет, в принципе, во многом будет зависеть, сложится ли его судьба дальнейшего управления в профессиональном смысле или нет. Ну, естественно. Соответственно, должен быть у него с собой пакет документов. Соответственно, естественно, как мы всегда говорим, да, и русская пословица у нас есть, да, что принимаем по одежке. Соответственно, естественно, первое впечатление, которое он придет, произведет, уже потом в дальнейшем, конечно, сказывается при дальнейшем несении его службы. Какие вакантные должности в настоящее время имеются в управлении? Ну, так как я уже повторяюсь, наше управление одно из самых больших, и, соответственно, недалеко мы находимся от Главного управления МВД России по Московской области, от Министерства внутренних дел Российской Федерации. Соответственно, у нас в нашем управлении постоянно происходят какие-то перемещения, да. Из рядового состава сотрудники становятся офицерами, начинается дальше офицеров и рост, получается, карьерный. Соответственно, поэтому, наверное, как и другие подразделения, соответственно, и младший наш состав – это полицейский отдельного батальона патрульной службы, полицейский изолятор временного содержания. И, соответственно, офицерский состав – это следственное управление следователя, уголовное розыск, участковая полномочная служба. В принципе, как и всегда. Кому можно обращаться по вопросам прохождения службы? По вопросам прохождения службы, соответственно, обращаться в отдел кадров, то есть ко мне. Город Одинцово, Можайское шоссе, дом 4. Помощник начальника МВД Демьянова Галина Викторовна. Ну, прям можно записаться к вам на прием или просто прийти, как происходит, или есть какие-то дни, часы приема? Вы знаете, я постоянно на связи, я постоянно работаю с личным составом, я постоянно работаю с кандидатами. Я практически все время нахожусь с 9 до 18, до 20 часов на своем рабочем месте. Поэтому можно также записаться по телефону 8-495-593-10-23 на, получается, собеседование. Или можно прийти, получается, в будничный день. Галина Викторовна, вы практически 20 лет, но без малого, без двух лет отдали своей профессиональной жизни управлению. За что вы любите свою профессию? Ну, вы знаете, я всегда говорю, есть такая, да, как бы, карлатая фраза. Есть такая, родину защищать, да, получается. И вот я тоже всегда говорю, есть такая профессия, родину защищать. Хоть понятно, кадровик – это, как бы, боец невидимого фронта, но, тем не менее, все равно, я считаю, без кадров бы не было и других сотрудников, соответственно, не было таких результатов оперативно-служебной деятельности. Люблю свою работу, просто то, что, просто люблю, и все. Я люблю людей, я люблю сотрудников, я люблю с ними общаться, я люблю узнавать что-то для себя новое из нормативно-правовых документов. Ну, то есть, как бы, здесь уже не объяснишь. Выбрали свой путь и не ошиблись? Наверное, да. Галина Викторовна, расскажите, пожалуйста, о вашем коллективе, кто вам помогает справляться со всеми заданиями, которые возложены на отдел кадров? Ну, коллектив отдела по работе с личным составом составляет 17 человек. Из них у меня, соответственно, 15 человек – это сотрудниц женского пола. Соответственно, ну, работаем в полной взаимодействии, соответственно, так как всех у сотрудников, я уже знаю, не один год. Полное взаимодействие, взаимопонимание, соответственно, происходит с их стороны. Ну, естественно, как бы своей тоже старости всегда. До встречи. Галина Викторовна, что бы вы пожелали в завершении нашей программы тем людям, которые хотят выбрать в своей профессии Родину защищать? Я бы хотела пожелать будущим кандидатам, будущим сотрудникам не бояться, приходить ко мне на собеседование. Выбирать этот нелегкий, но все-таки ценный труд для общества, для сотрудников, для нашего района. Спасибо, что сегодня были с нами. Вы смотрели специальные интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Продолжение следует...